Так время быстро летит. Вот уже выходные три дня заканчиваются. Собирались поехать к дедушке с бабушкой в деревню. С утра в 6 утра специально проснулись. Будем Ромыча, а у него сопли и горло хриплое. Ну и что делать? Думали, думали. Он вставать никак не захотел. В итоге легли дальше спать и не поехали никуда. Потому что в деревне все-таки холодно. Мы подумали, что если у него начинаются сопли и начинается болезнь, то это все. Если он в деревне проснется, там будет холодно. Это мы считаем опять на неделю на больничный. Поэтому прошлую неделю там кое-как вроде бы такое состояние непонятное было. Ничего протянули. Вот так же будем тянуть дальше. Детей очень много опять в садике. Если было раньше, там 7-10 детей ходило. Сейчас все повыздоравливали, повыходили. Опять там около 30 детей ходит. Поэтому большой шанс снова заболеть. Ну и раз такое у него нестабильное состояние, я спрашивала у педиатра как-то раз насчет вот всех этих капель, которые рекламируют, повышают местный иммунитет и так далее, чтобы не заболеть. Ну, она мне сказала, можете попробовать, но гарантий никаких. Вот я взяла сегодня ЕРС-19. Попробовать его можно с 3 месяцев. Здесь для профилактики ОРВИ и всяких вот таких заболеваний 2 раза в день. Утром и вечером брызгать. Выглядит он вот таким образом. И взрослым и детям можно. Не знаю. Вот просто уже лишь бы что-нибудь, только чтобы ребенок не болел. А то неделю, через неделю ходить в садик, ну это вообще. Это что-то с чем-то. Мы уже устали. Он устал болеть. Мы устали его лечить. Хорошо хоть бабушка есть, которая может посидеть с ним на больничном. Мы наконец-то купили контейнеры, в которые будем складывать железную дорогу и конструктор. Потому что коробки у нас уже все развалились, разорвались. Ромыч вон несет конструктор, стройку свою, да? Неси. Мы сейчас во второй контейнер ее сложим. Вчера ездили специально в Леруа, купили такие контейнеры, чтобы складывать туда. Были в Икее. В Икее не подошли нам по размеру. То в высоту слишком высокие, то слишком узкие, маленькие. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А где все остальное? Еще от Дуду. Еще? А, это тоже от Дуду, да? Это шлагбаум. Да, от Дуду. Не сюда, да? Вот так. Правильно, молодец. Пока Ромчик спит, а папа в бассейне. Мама тут решила сырников нажарить. И пойду в коридоре, хочу навести порядок с обувью. Мы сегодня, наконец-то, заказали сюда обувницу. Жалко только ее не было в наличии в Леруа, поэтому придется подождать ее до 1 марта. Хочу помыть вот эту всю обувь, самокат помыть и привести это все в нормальный вид. А коробки вот эти выкинем, потому что все конструкторы и паровоз, и стройку мы уже переложили в контейнеры. Поэтому они нам больше не нужны. Ну и, как всегда, рубрика Даша и сломанный телефон. Умудрилась взять и уронить на него графин. Графин стоял не на месте. Я хотела поставить его на место, на верхнюю полку на кухне. Телефон лежал на столешнице. И просто вот сюда вот тяжелый стеклянный графин задел телефон. Вот сюда вот ударил, и все. До свидос. Как раньше страшно было сказать родителями о том, что ты сломала телефон, теперь так же страшно было сказать об этом мужу. Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает и в карман кладет. Вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб. Мишка рассердился и ногою топ. Будешь папе подавать, да? Угу. Да. Это дюбель. Давай. Два на даром. Один и еще один. А, вот я здесь возьму. Спасибо. Дай еще молоток, пожалуйста. Угу. Спасибо. Папа лень. Папа стучит, да? Ромыч, ты помощник, что ли, папе? Да. А, стучишь, да? Вечером. Ага. Вот так вот полочки у нас встали. Сразу же уютно. Ну, скажи. Уют? Не? Ну, не, лучше стало. Как-то пусто было. Ну, да. Только наверху там поменяем картинки, сделаем другие, а на нижней будут книжки стоять. Ну, вот. Красота. Да, пока папа вешает у нас картинки, мы папу заставили еще картинки повесить. На ночь глядя. Да? Вот здесь они у нас и висели. Просто решили обновить. Мы то на одну стену вешаем, то на другую. Ночь. Да, ночь. Рома хочет делать ночь. Мы в темноте будем бросать мяч, да? Угу. Ясненько. Еще. Еще выше. Угу. Чеснок. Ты в папинах часах сидишь? Ди-и. Ди-и. Один. Два. Пора спать, да? Один. Пора спать. Да. Два. В два не пора спать, да? У-у. Нет. Га. Ду-ду. Два паровоз? Угу. Угу. Пока Ромыч на кухне сидит, покажу вам, что у нас получилось. Туда под кровать встали контейнеры с паровозом и с конструктором. Здесь еще в кроватку когда-нибудь, я надеюсь, что сошью подушки. Ткань у меня уже есть, осталось только наполнитель купить. И все, и здесь эта сторона будет завершена. Ну и там картинки поставим, какие-то другие, наверное. Ну и с этой стороны над диваном, как и висели у нас вот эти фотки, так и висят. Им здесь и самое место. Собственно, они сюда и рассчитаны были, эти картинки. Папа в ванной, Ром. Все, давай спать. Нет, еще тихо. А, ты все еще в часах ходишь? Угу. Куда, мама, куда? Туда пойдем? Ну пошли, а то здесь проветривается, здесь холодно. Пойдем.